Ваша судьба привела вас к этому ролику. Ваша вера и убеждения будут поставлены под сомнение. Немедленно после просмотра этого видео. И то, о чем мы сегодня будем говорить, это вопрос жизни и смерти. Привет, меня зовут Александр Панчин, и сегодня мы будем говорить про новую германскую медицину. Знали ли вы, что врачи вас обманывают? Все, что вы считаете болезнями, все, что врачи называют болезнями, это на самом деле значимые специальные биологические программы. Ну, во всяком случае, так считает врач по имени Рейк Герт Хаммер, собственно, изобретатель новой германской медицины. В 1995 году обычная авторийская девочка, 6 лет, по имени Олевия Пилар, получила диагноз. У нее был рак почки, это называется нефробластома. Тот конкретный вариант нефробластома, который был у этой девочки, он, в принципе, легко подвергается оперированию, можно лечить с помощью химио-радиотерапии, очень высокий процент успеха. Более 90% с таким диагнозом, как у нее, в такой ситуации, могут рассчитывать на выздоровление. Но Олевии Пилару очень не повезло. Ну, во-первых, ее родители были членами некоторой очень странной религиозной организации, которая называется Fiat Lux. Это люди, которые верят в грядущий апокалипсис, в то, что прилетят инопланетяне, которые всех, кто принадлежит этой вере, спасут, а потом ими заселит новый мир, который на Земле образуется. Ну, ладно, мало ли у кого какие причуды, но неудивительно, что именно такие родители, узнав о диагнозе своей дочери, обратились в мест нормальной медицины, которая могла Олевии быстро и оперативно тогда помочь, к методам господина Хаммера. Как объяснял Хаммер, девочке не нужны никакие лекарства, ей всего лишь нужно решить какой-то внутренний конфликт. И когда она этот конфликт решит, тогда болезнь, собственно, сама и пройдет. В Австрии власти отнеслись к этому негативно, пытались лишить родителей права решать за дочь, как ей лечиться, но тогда родители просто взяли и сбежали из Австрии в Испанию, где, собственно, и находился тогда Хаммер. Длительное время эту девочку лечили по методу Хаммера, пока ее опухоль не выросла до размера в 4 килограмма. Просто чтобы вы понимали, у обычного человека, у взрослого человека, ну, почка имеет массу 120-150 грамм. И вот на этой вот почке опухоль в 4 килограмма. И большое спасибо доктору Хаммеру за это. И вот с этой уже гигантской опухолью бедная несчастная девочка оказалась предметом внимания средств массовой информации, был большой скандал, и лично президент Австрии добивался того, чтобы эту девочку вернули обратно в Австрию, где ей могли бы оказать нормальную медицинскую помощь. Ну, и, собственно, эту медицинскую помощь в итоге ей оказали, и благодаря усилиям врачей девочку удалось все-таки спасти. Хотя шанс на выживание из-за всего вот этого затянутого времени у нее упали, ну, опять же, по оценкам специалистов, где-то 9-10 раз. То есть ущерб был нанесен огромный, я уж молчу про психологический стресс от того, что у нее была такая огромная опухоль, и люди лечили ее совершенно неадекватными методами. В каком-то смысле все-таки это был кейс с хорошим исходом, в плане, что девочку спасли, но далеко не всем пациентам Хаммера так повезло, хотя это тоже сложно назвать везением. Вот еще один пример. Микаэла Якубчик-Экерт. У нее был диагностирован рак молочной железы третьей стадии. Ее начали лечить, как полагается, химия, радиотерапия и так далее. У нее был положительный тоже прогноз, в плане, что лечение вроде бы помогало, но пришел господин Хаммер и опять же сказал, нет, это все не нужно, не нужно вас лечить этими лекарствами, это все заговор фармы, давайте мы вам будем конфликты решать. И она ему поверила и пошла лечиться по его методу, и в 2005 году она умерла в муках. Сколько лет, как Хаммер уже не с нами, но дело его, к сожалению, все еще живет. То есть огромное количество людей все еще предлагают разные курсы, тренинги, ведут популярные блоги, в которых рассказывают, что на самом деле все болезни это от нервов, от стресса, от конфликта. Рядышком, да, там же продаются курсы по гомеопатии, гипнотерапии, биорезонансной терапии, по ощелачиванию, по очищению. Всегда, как мы знаем, если кто-то поверил в одну какую-то антинаучную идею, то за ней тянется огромное количество других антинаучных идей. Антинаучная идея антинаучной идеей погоняет, на антинаучной идее сидит. Есть некоторые очень известные блогеры, которые рекламируют идеи Хаммера. Например, есть небезызвестная Катя Тхи, которая вместе с этими идеями Хаммера пропагандирует тоже отказ от многих методов современной медицины. И, как мне кажется, носит колоссальный ущерб здравоохранению. В общем, явление это имеет потрясающие масштабы. И поэтому, я считаю, так важно про это поговорить. Про то, насколько эти идеи верны, что с ними не так, и как вообще господин Хаммер ко всему этому пришел. Это тоже совершенно невероятная, потрясающая история. Причем она потрясающая и просто как история, но и как пример, иллюстрирующий отсутствие у человека какой-либо способности к аналитическому мышлению, способности задумываться о том, правильно ли он думает, построение адекватных причинно-следственных связей. У Хаммера была своя трагедия. 8 августа 1978 года сын Хаммера по имени Дирк спал на яхте посреди Средиземного моря. И его каким-то образом подстрелил последний король Италии. Не спрашивайте, как это получилось, почему это получилось, но это случилось. И через некоторое время сын Хаммера умирает. Трагедия, безусловно, можно посочувствовать Хаммеру. Через несколько лет Хаммер заболевает раком яичек. Все. Это дает ему невероятное откровение, что ага, я пережил утрату сына, был стресс, и вот у меня теперь рак яичек. Следовательно, все болезни от нервов. Логично. Не правда ли? После не значит следствие. Если я сейчас попил чаек, а потом я выйду из этой студии, и мне на голову упоет кирпич, это не значит, что чаек вызывает падение кирпичей на голову. Правильно, логично. Но у Хаммера логично. Если у вас умер сын, а потом вы заболели раком яичек, значит, смерть сына вызывает рак яичек. Совпадение? Не думаю. Хаммер пошел искать и другие подобные случаи. Ну и как бы на самом деле неудивительно, что если возьмете любого человека, который когда-либо чем-либо болел, то где-нибудь в прошлом у него какая-нибудь проблема была. То есть какой-то конфликт с кем-то наверняка был. И вряд ли вообще существует человек на планете, у которого никогда ни с кем не было какой-то душераздирающей, или печальной, или стрессовой ситуации. В моей жизни такого было полно, поэтому чем бы я завтра не заболел, можно будет сказать, это потому, что вот там когда-то с кем-то я поругался, кого-то я обидел, или кто-то обидел меня. Но, в общем, Хаммер, набрав какую-то такую статистику, на самом деле никто толком эту статистику в полной ее мере не видел, никто ее аккуратным образом систематически не анализировал, никаких научных публикаций в международных лицензированных научных журналах у Хаммера нет. Но вот он построил эту свою теорию и решил, что он знает лучше, чем вообще все врачи, которые вообще существуют на планете, независимо от их страны, места обитания, квалификации, наличие у них Нобелевской премии и так далее. Почему, да, Хаммер считает, что его идеи не общеприняты? Ну, естественно, это же не просто так называется новая германская медицина. Еврейский заговор. А мы тут ни при чем, а мы тут ни при чем, танцуем, веселимся и дверьми, хаим плечом. Еврейский заговор – это была очень любимая тема господина Хаммера, он это не скрывал. Он цитировал известного нацистского физиолога Герхарда Вагнера. У него была идея, что вот евреи себя лечат как раз-таки вот новой германской медициной, которую он изобрел, а всех остальных они лечат, соответственно, химией, радиотерапией и всякими страшными вещами. Почему-то особенно он не любил морфин, то есть обезболивающий. То есть, видимо, люди должны страдать без морфина и при этом и умирать от страшных болезней. Естественно, подтверждение своей правоты Хаммер мог находить и в том, что на него начались гонения. То есть, после того, как большое количество людей умерло, его обвинили в этом, его лишили права быть врачом, он отсидел в тюрьме. То есть, у него были за это большие последствия. Естественно, не потому, что он такой человек, который действительно привел к гибели большого количества людей, а потому, что существует этот самый заговор. Я биолог. Я должен сказать, что вообще в этом случае надо признать, что вся биология – это еврейский заговор. Потому что идеи Хаммера, они настолько противоречат самым элементарным нашим знаниям о том, как устроена жизнь. Реально, вот любого студента вуза возьмите, он обязательно еврей в заговоре состоит. Ну, давайте на пальцах это разберем. Эту идею, что болезни возникают из-за конфликтов. В курсе ли вы, наверное, что болеют все живые организмы, даже те, у кого нет даже намека на нервную систему? Бактерии заболевают вирусами. Есть теперь такие вирусы, бактерия фаги. Они заражают бактерии, то есть бактерия болеет. Она болеет не потому, что она страдает по-от того, что какая-то другая бактерия, там с ней не захотела радужком сидеть, там ползла от нее, делиться в другую часть чашки Петри. Нет, она заболевает, потому что есть вирус, который эволюционировал огромное количество времени, может быть, миллионы, а может быть, и сотни миллионов лет, чтобы уметь заражать бактерии и заставлять этих бактерий производить свои копии. Так работают вирусы. Растения. У растений тоже бывают болезни. Растения, например, страдают инфекционными заболеваниями, там грибковыми заболеваниями. Из-за этих заболеваний у нас есть проблемы в сельском хозяйстве, когда приходится придумывать какие-то фунгициды, которыми приходится эти инфекционные агенты устранять для того, чтобы урожай вырастал. Соответственно, что у растений тоже конфликт? Пшеница растет такая, ой, пшеница соседняя как-то плохо ко мне относится, будет у меня теперь грибок расти на мне. Или, может быть, эти грибки – это тоже специальная биологическая программа, направленная на то, чтобы улучшить состояние здоровья пшеницы, а мы просто глупо и не понимаем этого. Но вообще, да, может быть, действительно, грибковая программа защищает пшеницу от того, чтобы человек ее ел. В этом случае как бы логично, да, тогда программа работает, но, видите, уже сколько приходится придумывать интересных теорий новых в биологии. То же самое, даже вот бессмертная гидра, да, бессмертная условно, супердолгоживущий организм, даже у гидры встречается рак. Вот ползет в себе гидра такая по своему водоему и думает, как бы ей справиться со стрессом от этого ужасного времени жизни. И решает, что нужно с помощью своей очень примитивной нервной системы вызвать у себя раковую опухоль. Потрясающие новые открытия в области биологии благодаря исследованиям господина Хаммера. Но вот есть генетические заболевания, которые возникают задолго вообще до того, как организм родился. Ну, конечно, кто-то может сказать, что это потому, что у родителей был стресс. Но вот возьмем конкретный пример, очень хорошо изученный. Муковисцидоз – это генетическое заболевание. Мы знаем, какой конкретный ген ломается, причем должен поломаться в двух копиях для того, чтобы у ребенка было это заболевание. Одну копию гена ребенок получает от мамы, одну от папы. Заболеть можно только в одном случае, если и мама, и папа были носителями этого заболевания. И так не повезло, и это происходит в 25% случаев, что ребенку досталась плохая копия гена и от мамы, и от папы. Это рандом. Можно это предотвратить абсолютно точно, используя генетическую диагностику и искусственное поводотворение. Можно отобрать эмбриончик, который все в порядке с генами, и будет здоровый ребенок без муковисцидоза. Никакие конфликты у родителей, никакие стрессовые факторы не могут привести к этому явлению. У него есть очень хорошо определенная биологическая причина, которая известна, которая задокументирована и которая имеет предсказательную силу. То есть мы можем стопроцентно сказать, что вот у этих двух родителей никогда не родится ребенок с муковисцидозом, потому что у них у обоих нет этой мутации. Как бы они не ругались, как бы они не стрессовали, что бы ни случилось в их жизни, никогда у них не родится ребенок с муковисцидозом. Кто-то мог бы сказать, что ну это вот видите, 25% шанс есть, 75% шанс, что не будет, так это вот от конфликтов-то и зависит. Но фишка в том, что может быть так, что у вас есть одна семья, одновременно два ребенка рождаются, не однояйцевые, а дизиготные близнецы, генетически разные, поэтому у одного будет проблема, со здоровьем другого не будет. Хотя родители были одни и те же в одних и тех же условиях. То есть генетика тоже противоречит идеям Хаммера совершенно очевидным образом. Наконец, идея Хаммера противоречит всем достижениям современной медицины. Сегодня же люди живут, в том числе благодаря медицине, намного дольше, чем они жили, скажем, 50 лет назад. Во многих странах сегодня продолжительность жизни средней перевалила за 80 лет. Куча болезней, которые раньше были принципиально неизлечимыми, сегодня они излечимы. И вовсе не потому, что люди научились лучше справляться с какими-то там стрессами или конфликтами. Мы там, например, изобрели генную терапию, которая позволяет лечить гемофилию. У человека плохо сворачивается кровь, ему вводят специальный правильный вариант гена, который поломан при гемофилии, с помощью специальных вирусных частиц, доставляет в клетки печени, у него производятся факторы свертывания крови, и у человека происходит улучшение его состояния. Принципиально неизлечимое заболевание теперь оказывается излечимым. Или возьмем рак, так любимый господином Хаммером. Есть совершенно невероятный, например, новый подход в борьбе с раком, который называется ингибиторы чекпоинтов. За это дали Нобелевскую премию, надо сказать, в отличие от новой германской медицины. Что такое эти самые ингибиторы чекпоинтов? Грубо говоря, раковая опухоль, чтобы выжить в нашем организме, может придумывать в процессе своей эволюции, там возникают мутации, наиболее успешные мутантные клетки более активно делятся. В процессе этой эволюции раковые клетки могут изобретать механизмы, помогающие им делиться, чтобы опухоль становилась крупнее. Ну, например, вам нужно больше питательных веществ, нужно, чтобы кровеносные сосуды прорастали в эту растущую опухоль, и раковые клетки могут научиться выбрасывать какие-то сигнальные молекулы, которые способствуют прорастанию кровеносных сосудов. Или, например, приходят клетки иммунной системы и начинают бороться с раковой опухолью, и раковые клетки могут вырабатывать механизмы, обманывающие иммунную систему, они предъявляют такую ксиву и говорят «Я свой, я хороший! Не надо со мной бороться!» Это тоже результат некоторых мутаций, которые мы можем даже прям точно характеризовать, что это за мутации, которые к этому приводят. И вот есть у вас такая раковая опухоль, которая ксивы предъявляет, а ингибиторы чекпоинтов это такие молекулы, которые отнимают у них эти ксивы. Надеюсь, объясню, достаточно популярно и доступно, хотя, конечно, это сильное упрощение. Мы знаем огромное количество пациентов, которым это помогло. Это такой новый способ иммунной терапии, по сути, рака. И в некоторых случаях результат прямо потрясающий. Я дам ссылку на статью, в которой был описан кейс пациентки, у которой была раковая опухоль, меланома. Один раз дали ей препарат, и на месте этой опухоли просто все клетки погибли, все раковые клетки погибли. Есть достижения современной медицины, которые основываются на наших нормальных представлениях, согласующихся с учебниками по биологии, знаниях о том, из-за чего возникают болезни, в том числе рак, как с ним бороться. Рак – это давно не такое заболевание, с которым абсолютно всегда все умирают. Нет, мы умеем лечить, пусть не все варианты рака, конечно, потому что рак – это на самом деле много разных заболеваний, возникающих по разным немножко механизмам, разным причинам, в разных частях тела, но мы умеем с этим много чего делать. И за это получают такие Нобелевские премии. Поэтому господин Хаммер оказал человечеству, на мой взгляд, медвежью услугу. Привел своими идеями к гибели невероятного количества людей, и эти смерти продолжают накапливаться даже после его собственной смерти. Помимо суперрадикальных идей Хаммера про то, что вообще все болезни там, они от стресса, от конфликта, в которой нужно решать, ну, видимо, установив, в чем, собственно, был конфликт, проанализировав прошлого человека, убедив его в том, что нужно с этим конфликтом как-то разобраться, ну, там, помириться с тещей, помириться с сыном маминой подруги, перестать переживать по поводу какого-нибудь кошмара, который пояснился когда-то в детстве и что-то в этом роде. Существуют как бы такие более условно-лайтовые версии этого, типа давайте мы какие-нибудь болезни полечим психосоматикой. Ну, грубо говоря, почему ангина возникла? Ну, потому что человеку хочется высказываться, а он стесняется, боится высказываться, и поэтому у него как бы горло болит. Ну, вот такого типа магическое мышление. И просто даже более академические варианты этой версии, что такие, ну, много болезней возникают из-за психосоматики, хоть и не все. Вот что с этим тезисом не так? Давайте мы его тоже разберем. Потому что действительно, конечно же, ну, наше настроение может немножко влиять на нашу физиологию. Но, грубо говоря, когда вы радуетесь, у вас могут выбрасываться эндорфины, которые могут иметь некий даже обезболивающий эффект. Есть известная штука про эффект плацебо. Но вообще с плацебо есть очень много недопониманий, и его очень часто переоценивают. Например, был проведен крупный мета-анализ обобщения всех данных про плацебо, опубликованной организацией, которая называется Cochrane Collaboration, Cochrane Содружество, есть ссылка в описании к видео, где они посмотрели, какие есть доказательства того, что вот плацебо, то есть хорошее, позитивное ожидание человека от эффективности какой-нибудь даже пустышки, может повлиять на его здоровье. Ну и выяснилось, что эффект плацебо может немножко снижать ощущение и восприятие боли, может немножко снижать тревожность, но при этом плацебо не имеет терапевтической ценности, например, в инфекционных или онкологических заболеваниях, вопреки там некоторым заявлениям. Есть обратная сторона этой истории, так называемый эффект нацебо, это идея про то, что наоборот, стресс, переживание может привести к ухудшению самочувствия человека, и у этого есть маленькая доля правды, например, если у человека больной, сердце, у него проблемы с речной системой, его там напугали, к нему ворвались грабители, у него может случиться инфаркт, из-за рискового изменения кровяного давления, вызванного выбросами некоторых гормонов, связанных с ответом на вот такую экстремальную ситуацию. Да, такое бывает, и даже в некоторых странах, например, в США, если вот эти самые грабители таким образом, через такое психологическое воздействие, причинили смерть человеку, то это будет учитываться в суде, и их будут за это наказывать, за то, что они привели своими действиями к гибели человека, даже если они не хотели его убивать. Мне кажется, что вот у этой идеи о том, что болезнь не возникает из-за конфликтов, из-за стрессов и так далее, у нее есть еще одна очень большая, негативная, темная сторона. Огромное количество людей под постами вот этих самых инстаблогеров, которые хвастаются, что у них есть по четыре образования, но нет медицинского, вот эти комментаторы часто пишут, что вот теперь я понимаю, что это я виноват, я виноват в том, что мой сын заболел, что моя дочь заболела, просто нужно было устранить конфликт со сверхкровью. И мне кажется, что это накладывает на людей какое-то колоссальное чувство вины. Они чувствуют себя виновными в болезнях, которые проявились совершенно не поэтому, они проявились в силу биологических причин, из-за каких-то инфекционных агентов, из-за мутаций в ДНК. И убеждать людей, которые и так переживают какое-то горе, что у них кто-то болеет в семье, или они сами, что это они сами виноваты, мне кажется, что это особенный градус должен быть цинизма и аморальности у этих людей, которые при этом еще и на этом зарабатывают. Они же продают курсы, они продают тренинги, они предлагают им донатить, они предлагают распространять антинаучные идеи и очень неплохо живут с очень хорошими зарплатами в очень хороших квартирах, которые построены на вот таком обмане простых людей. Поэтому я считаю, что идеи вроде новой германской медицины и родственной идеи про то, что все болезни от нервов это одни из самых опасных, самых вредных идей, которые сейчас распространяются в нашем социуме. И мы все можем помочь человечеству немножечко стать лучше, если мы будем эти идеи разносить, критиковать, в том числе, пожалуйста, распространите этот ролик, расскажите своим знакомым, которые увлекаются такой ерундой, что есть серьезная критика всех этих направлений, что не нужно верить сомнительным инстаграмным врачам, в которых нет медицинского и никакого небиологического образования, которые делают на этом просто бабки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok